Привет, друзья! В так называемом Десятослове, в Десяти Заповедях Божьих или Заповедях Моисеевых, вторая заповедь гласит вот что. Это книга Исход, 20 глава, со стиха 4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой. Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня. И здесь вторая заповедь гласит о запрете использования различных изображений и каких-то статуэток в богослужении, в поклонении к Богу. Это не значит, что нельзя изображать, например, ангелов, что нельзя рисовать Иисуса Христа, какие-то библейские сюжеты. Нет, это означает, что нельзя использовать изображения, статуи, то есть кумиры, для богослужения, для поклонения Богу. Не делай вот этих изображений, не поклоняйся им и не служи им. Эта заповедь запрещает молиться изображением даже Бога самого. Эта заповедь запрещает поклоняться и приходить к Богу через изображения или кумиры, то есть какие-то статуэтки. Вот. В книге Второзакония, в 4 главе, в 15 стихе Моисей говорит народу израильскому такие слова. Твердо держите в 15 стихе, твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа, то есть изображения, в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня. Бог пришел к израильскому народу и говорил Израилю слова, говорил с Моисеем, но Моисей говорит, что твердо поймите и твердо укоренитесь в этом. Держите в душах ваших вот что, что когда Бог приходил к вам, когда Бог говорил с вами, то вы не видели Бога, вы не видели никакого изображения и образа Божия. Твердо это держите в душах ваших, дабы вы не развратились и не сделали себе извояний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Моисей говорит, запомните, вы не видели Бога и вы не видели Господа, когда приходил он к вам, запомните это, чтобы вы не развратились. Есть определенный разврат, о котором говорит Библия. Разврат это сделать изображение Бога, это сделать изображение мужчины или женщины, чтобы поклоняться ему, иметь какое-то общение, какую-то близость духовную, религиозную с изображением. Все священное писание, вся Библия категорически запрещает делать изображение для молитв, для поклонений, для приближения к Богу. Это нельзя делать. Библия против этого. Библия называет это развратом. Это все из язычества. Вот. Но священное писание и Библия на самом деле говорит об иконе Бога. Отвергая определенным образом изображение, иконы, статуэтки для служения Богу, Библия все же говорит об иконе. Есть та одна единственная икона, одна настоящая икона, одна истинная икона, через которую мы должны приходить к Богу. Мы должны молиться этой иконе, мы должны поклоняться этой иконе, мы должны иметь эту икону в своей судьбе. Это та икона, которую многие-многие люди забыли, убрали в сторону. Люди понаставили у себя в комнатах, в домах различные статуэтки, образа, различные изображения Бога, ангелов. Они молятся этим изображением, поклоняются этим статуэткам, вот. Но они забыли об одной настоящей иконе, которая приписана Библией. Все эти остальные иконы, они Библия, Словом Божиим, самим Богом, они запрещены. Это ненужное, вот, для общения с Богом. Но есть настоящая истинная икона, о которой люди многие-многие забыли, которые не знают и которые не имеют. Давайте посмотрим это послание Колоссиным, святого апостола Павла, первая глава, со стиха 13-го. И здесь вот что говорится. Здесь говорится о возлюбленном Сыне Божьем, об Иисусе Христе. Библия называет Иисуса возлюбленным Сыном Божьим. И в стихе 15-м продолжается, говорится об этом Иисусе, Сыне Божьем, который, то есть Иисус, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И здесь Павел называет Иисуса образом Бога невидимого. Бог, он невидимый. Бога не видел никто, так говорит священное писание. Но Бог явил Себя, Бог показал Себя в определенном образе. Есть образ Божий, и это Иисус Христос. Иисус Христос есть образ Божий или изображение Бога невидимого. Через Иисуса Христа невидимый Бог был явлен всем людям, был открыт всем людям. Смотря на Иисуса, люди видели Бога. Иисус сказал, кто видящий Меня, видел и Отца Моего. Знающий Меня, знает Моего Отца, другими словами. И Иисус есть образ, Павел пишет, Бога невидимого. И это греческое слово образ, а Новый Завет написан на древнегреческом языке. Оно так звучит по-древнегречески. Эйкон. Это по-древнегречески или по-новогречески. Икон. Это то самое слово, от которого произошло наше сегодня употребительное слово икона. На самом деле Иисус Христос, возлюбленный Сын Божий, является прямой и явной, и единственной, легитимной, дозволенной иконой Бога. Иисус изображение Бога. Иисус отображение Бога. Иисус есть икона Божья. Я не говорю о нарисованном Иисусе. Я говорю о настоящем, реальном Иисусе, который явился на эту землю. Это единственная, легитимная, правомочная икона, которую мы должны принять, которой мы должны поклоняться, которой мы должны молиться. Иисус есть икона Бога невидимого. Живой и реальный Иисус. Личность Сына Божья. Христос. Образ и икона Бога невидимого. И он написан дальше, рожденный прежде всякой твари. О чем это говорится? Как это так, что Иисус был рожден прежде всякой твари? Он что-то там на небесах как-то было время, что он стал рожденным до всякой твари? Или что это означает? И на самом деле, я повторюсь, что Новый Завет написан на древнегреческом языке. И в нашем синодальном переводе это слово, которое стоит в оригинале, оно переведено двумя русскими словами, рожденный прежде. Но в оригинальном греческом тексте стоит одно греческое слово, которое звучит так по-гречке. Прототокос. Иисус прототокос всякой твари. Это одно слово. Прототокос. В этом слове, это слово сложное слово, состоящее из двух греческих слов. Протос, что означает первый. И токос, рождение. Рожденный прежде перевели переводчики синодального перевода. Иисус, рожденный прежде, или это слово более прямо, знакомо нам, оно переводится так, первородный. Прототокос, это всегда с греческого первородный. Всегда в семье, в Израиле, в древних народах, первый сын, первый рожденный сынок назывался первенцем или первородным. Он был наследником отца, он наследовал двойную часть благословения. Он наследовал авторитет и власть отца, он был правой рукой отца. И после отца он был главою рода. Это был первородный сын, это был прототокос, вот, рожденный прежде. И здесь говорится про Иисусе как о первородном, а как о том, кто обладает первородством. Но очень-очень важно понимать, что само слово первородный или первородца, в принципе, оно вот как буквальным образом означает перворожденного. Но на самом деле, на самом деле, слово прототокос первородный, оно имеет оттенок и смысл всегда не того, кто когда родился, а оттенок власти просто. Первородный это тот, кто обладает властью. Ну, к примеру, я хочу вам напомнить такие вещи в Священном Писании, когда в Бытие, 48 главе, Иосиф подвел двух своих сыновей к Иакову, к Израилю. И двух сыновей Монасию и Ефрема. И Монасия, он был рожденный прежде, он был первородный, он был старший, а Ефрем был младшенький. Но Иаков, то есть Израиль, он помолился и благословил этих детей таким образом, что Ефрем стал первородным. Меньший стал большим. То есть Иаков переиграл все и отдал первородство Ефрему, который родился вообще вторым. А тот, кто родился первым, Монасия, рожденный прежде, лишился первородства. То есть первородство его можно было каким-то образом передавать. И первородство это власть, определенный пакет власти, определенный статус и положение. И это слово, в первую очередь, не означает, кто когда рожден, а означает тот, кто обладает преемственной властью. Тот, кто обладает первой властью после отца. И сам же Израиль, то есть Иаков, в свое время купил первородство у Исава. Исав был старший брат, но он продал свое первородство. И Иаков стал первородным. Он, рожденный вторым, стал обладать первородством и стал первородным после отца. Так когда Павел говорит об Иисусе, как о первородном Сыне Божьем, он, в принципе, не имеет в виду, когда там Иисус родился. Он подчеркивает авторитет и власть Иисуса. Того Иисуса, который наследует всю власть от отца. Который преемник отца. И который правая рука отца. И который владыка после отца над всей вселенной. И здесь сказано, что Иисус первородный всякой твари. И это выражение означает, что Иисус обладает властью над всякой тварью. На самом деле Иисус был рожден. Об этом говорит Священное Писание. Но когда был Иисус рожден? Кто-то верит, что Иисус был рожден когда-то в вечности. Он изошел из чрева отца в вечности. Вот такие какие-то моменты есть. Я вам покажу, когда Иисус был рожден. Пророк Исайя. Пророк Исайя в 7 главе пророчествует. Бог говорит через Исайю. И в стихе 14, 7 главы вот что звучит от Господа. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сверхъестественный знак. Вот Дева, то есть Девственница, в очреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил». Что значит «с нами Бог», как это мы знаем, да? Итак, пророчество о рождении этого Сына Божия. И когда Он родился, когда Дева Мария зачала от Духа Святого, от Господа, будучи девственницей, и родила младенца мужского пола, родила Сына, и нарекут Ему имя, то есть будут называть Его. Его назвали Иисус, но Он был прозван также Эммануилом. И это говорит о Его характере, о том, кого в Нем видели. В Нем видели того, с кем был Бог. Вот. Он родился от Дева Марии, и то же самое в 9 главе Исаии, в 6 стихе сказано. «Ибо младенец родился нам, сын да нам». Это о будущих временах говорит, как о совершившемся Исаия. «И владычество на раминах Его, власть на Его плечах». Раньше управители дома вешали ключи на шею, это был символ власти. «И владычество на Его раминах, на Его плечах, владычество этого сына. И нарекут имя Ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечностник, князь мира». Он же Эммануил. У Иисуса много имен, открывающие Его внутреннюю природу, Его характер. То, как Его бы называли. А Его называли тот, с кем Бог. Через Него с нами Бог. Тот, кто чудный, тот, кто советник, тот, кто Бог могущественный, сильный, крепкий. Отец всей вечности. Князь шалома, благоденствия, князь мира. Это имена Иисуса. Это то, кем был Иисус. И тот, кого видели в Иисусе. Итак, «Младенец да нам, сын родился нам». Когда Иисус родился, от Девы Марии он стал рожденным. До этого Иисус не был рожденным, но он родился от Девы Марии. И он родился не первым из всех людей. До Иисуса многие-многие люди рождались. Но Иисус стал первородным. Я напомню, что первородство, как в случае с Иаковом или с Монасием и Ефремом, первородство это то, что можно поменять. Тут не факт, когда ты родился, а факт, кто, конечно, в итоге принял эту власть и преемственность от Отца. Иисус родился не первым из людей, но он стал первородным, подобно Ефрему, подобно Иакову, которые тоже родились вторыми, но приняли первородство. Итак, Иисус, мы возвращаемся в Колосином, первую главу. Мы видим, что он первородный всякой твари, всякого творения. Заметьте, Иисус не первородный из твари, он первородный над тварью, он имеющий власть над всяким творением. Все творение, какое есть, это все люди, все животные, ангелы и так далее. Все творение, какое только есть, над ним первородный, имеющий власть Иисус Христос. Иисус не является творением. Почему? Потому что он первородный всякой твари. Он власть, имеющий над всяким творением. Сам Иисус никогда не был сотворен. Он первородный всякой твари. Вот, любой твари. И если бы Иисус был тоже сотворен, то он должен быть первородным над собой самим, потому что он первородный всякой твари. Вот. Но Иисус не сотворен. Иисус вечный Сын Божий, который был рожден, стал первородным через рождение Девы Марии. Итак, Иисус, рожденный, первородный всякой твари, стих 15 колоссина, первая глава. Ибо им, дальше объясняет Павел, создано все, что на небе, на небесах и на земле. Давайте увидим, что Иисусом, самим Иисусом Христом, Сыном Божиим, создано все, что на небесах и на земле. Вот все, что было создано, создано Иисусом. Если бы Иисус был создан когда-то, то нужен был Иисус, чтобы Иисус был создан. Потому что все, что было создано, было создано Им. Другими словами, Иисус никогда не был создан. Иисус не является творением. Иисус не сотворенный, вечный Сын Божий, рожденный Богом от Девы Марии, рожденным на эту землю, не первым, но ставший первородным. Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господства ли, начальства ли, власти. И здесь Павел перечисляет ангельскую иерархию, начиная от высшего к низшему, говоря о престолах. О 24 старцах, сидящих на престоле. Это величайший совет Божий. Вот, ангельские старцы, ангельские существа. Пресвитеры небесные, это ангельские существа. Престолы и дальше они же, господство, начальство. Вот. И власти. Это свыше до нисходящий, ступенчатая, какая-то такая иерархичная. Иерархия, будем так говорить. Ну, иерархичность, да. Вот. И все им и для него создано. Вот все было Иисусом создано. Все, что создано, было создано им и для него. Он над всем имеет власть. И он, стих 17, есть прежде всего и все им стоит. Давайте увидим, что Иисус не был сотворен там прежде всего. Первым, как кто-то думает. Иисус есть. Он всегда есть прежде всего. Вот всего, все, что было, все, что есть сегодня, все, что сотворено, его когда-то не было. Вот. Но Иисус был прежде всего, прежде всего, что было сотворено. Он всегда есть. Он даже не был, он есть прежде всего. И все им держится, все им стоит. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, апостол Иоанн пишет такие слова. Он говорит, что в начале, то есть в начале, до сотворения, было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И здесь открывается еще одно имя Иисуса. У Иисуса много имен. Это Эммануил, это чудный советник. И одно из имен его, это слово. Слово Божье. Об этом там также сказано в Откровениях 19.13, где Иисус на коне сходит с неба, и имя ему Слово Божье. У Иисуса имя Слово Божье. У него характер Слово Божье. В нем Слово Божье воплощенное. Если Библия записанное Слово Божье, то Иисус воплощенное Слово Божье. Смотря на Иисуса, ты как читаешь Библию, потому что все, что делал, все, что говорил Иисус, все, как думал Иисус, это все по Слову Божию. Общаясь с Иисусом, ты изучаешь Слово Божье и знаешь Слово Божье, потому что Он воплощенное Слово Божье. И в самом начале до сотворения было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Сам Иисус, Он не только Сын Божий, Он Бог по своей природе. Бог Отец и Бог Сын. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и мы видим здесь две личности, Слово и Бог. И Слово было у Бога, или это выражение с греческого переводится, Слово было вместе с Богом. Слово было рядом с Богом, другими словами. Мы видим две личности от начала здесь. Про Дух Святой здесь не сказано, сказано в других местах, но мы видим, что личность Божества открывается в множественности единого Божества. И в начале было слово, то есть это Иисус, и слово в стихе 14 это стало плотью и обитала с нами полная благодать и истин. Это Иисус, то слово Божие, которое воплотилось. Иисус не сотворился, он воплотился. Иисус не был сотворен, он всегда был и он воплотился, как написано в первом послании Тимофею 3.16. И Бог, то есть явился воплоти, или буквально в гречском тот, кто явился воплоти, оправдал себя в духе. Иисус явился, он явился через рождение, но не был сотворен. И слово было у Бога, и она один-один, и слово было Бог. Само слово, сам Иисус, он есть и был всегда Бог, и всегда им будет. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Вот все, что начало когда-то быть, вот чего-то в этой жизни, вот как раньше не было. Не было времени, не было пространства, не было материи, не было людей, животных, природы, но все это начало когда-то быть, это было сотворено. И все, что начало быть, через него начало быть. То есть Иисус никогда сам не начал быть. Он безначальный вообще, он не имеет начала и конца. Вот все, что начало быть, через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Если бы Иисус когда-то начал быть сам, то нужен был другой Иисус, через которого он бы начал бы быть. Поэтому Иисус не начал быть, друзья. И дальше мы посмотрим, возвращаемся в Колосином, в первую главу, в это удивительное послание, стих 17. Он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. И сегодня все верующие по всему лику земли искренне уверовавшие в Бога, уверовавшие в Иисуса, Сына Божия, воплощенного Бога, пришедшего на землю, в икону Бога. Те, кто принял эту икону Бога в свое сердце, этого Иисуса, они стали церковью, собранием Божиим. И Иисус есть глава тела церкви. Сегодня все верующие по всему лику земли это тело церкви, но Иисус глава. Он главенствует, он владыка, он руководитель. Кто сегодня в церкви руководитель и правитель? Только Иисус. Только одна глава. Нет такого глава объединенного Пятидесятничного союза, глава православной церкви, глава такой-то церкви, католической. Одна глава только у церкви это Иисус Христос. Один главенствующий, один владыка это Иисус Христос. И наша задача подчиняться Иисусу и быть покорными во всем Иисусу. А как ему покоряться? Он есть Слово Божие на основании Слова. Покорность Богу, искренняя покорность Богу только на основании Божьего Слова. Покорность Сыну Божию Иисусу. И поклонение иконе Божией, которой есть реальный живой Иисус, реальный, это только на основании Слова Божия. Он есть глава церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенца. И здесь Иисус назван начатком. Он начало всего. Об этом же сказано в книге Откровений, в третьей главе. Тот же самый Иоанн, которого мы сегодня цитировали, его Евангелие, в третьей главе пишет вот что. Стих 14. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь. То есть это Иисус, еще одно имя Иисуса. Аминь. Свидетель верной и истины, начала создания Божия. И здесь сказано, что Иисус, начало создания Божия. Но это не означает, что Иисус был первым, кого Бог создал, и с него Бог начал создать. Нет. Это имеется в виду, что Иисус начало создания. Через Иисуса все начало быть, что начало быть. Посредством Иисуса дано начало всему, что было создано. Вот Иисус не является созданным, но тот, через которого все начало быть, стало созданным. Он начало создания Божия. И в Колосино мы возвращаемся, в послание Колосино. Об этом же самом пишет апостол Павел, что говорит, что Иисус, он начаток. Он начаток, он первенец из мертвых. И здесь это слово первенец в греческом тексте также стоит слово прототокос. Переведенное выше, как рожденный прежде, здесь переведено как первенец, прототокос. Он прототокос из мертвых. И если выше, в 15 стихе Иисус назван прототокос всякой твари, не прототокос из всякой твари, то есть из среды, первородный из среды всякой твари, то есть тогда бы подразумевалось, что Иисус творение, раз он из среды. Нет. Тут сказано, что он прототокос всякой твари, то есть прототокос над всякой тварью. А вот здесь вот написано, что он первенец, то есть прототокос из мертвых, из среды мертвых. Иисус тот, кто стал первородным, рожденным первым и самым главным над всеми, кто вышел из среды мертвых. И мы знаем, что в конце веков, в конце времени Иисус явится с неба на облаках с миллионами ангелов, и тогда все мертвые воскреснут, и все люди предстанут над суд, пред Богом. Иисус, он первенец, первородный над всеми мертвыми, имеющий власть над всеми мертвыми, которые когда-то станут живыми, как и он воскрес из мертвых, чтобы пребывать в вечности. Иисус первородный из мертвых. Я хотел бы, чтобы мы еще открыли еще Деяния 13 главу, и мы говорим сейчас еще об одном рождении Иисуса. У Иисуса было два рождения. Первое рождение, когда Иисус родился от Девы Марии, когда он воплотился, сойдя с небес через рождение Девы Марии. Но еще есть второе рождение Иисуса, о котором также говорит Священное Писание. Это книга Деяния 13 глава с 32 стиха. И здесь апостол Павел проповедует вот что. Он говорит, и мы благовестуем вам то, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Павел проповедует, что Бог обещал воскресить своего сына, воскресить Иисуса. И есть это обетование, да, и Бог исполнил его в наше время, говорит Павел, детям отцов наших, воскресив Иисуса. И так Павел говорит о воскресении Иисуса. О том, что Иисус, он умер, но Бог его воскресил, и это было предписано и обещано в Священных Писаниях. И дальше он цитирует, Павел, как во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. И Павел цитирует второй псалом, где Бог обращается к своему сыну, и он говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. Так когда Бог родил сына, когда воскресил его, это второе рождение. Павел говорит о воскресении и говорит, так, я говорю о воскресении Иисуса, как и во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. Когда Иисус умер, и Бог воскресил его, Бог сказал Иисусу такие слова, я родил тебя, я родил тебя еще раз. Тогда ты родился от Девы Марии, я тогда родил тебя. Но они, люди, убили тебя, они не поверили в тебя, они убили тебя, подумали, что ты грешный. Но ты умер, будучи святым, умер как грешник, потому что ты забрал их грехи на себя. Они убили тебя, но я воскрешаю тебя, я рождаю тебя вновь. Ты сын мой, я ныне родил тебя. Я доказываю тем, что ты воскрешаешь, получаешь второе рождение. Я доказываю, что ты мой сын. Воскресение Иисуса, это прямое доказательство, что Иисус сын Божий, и то, что он истинен, то, что слова его истины. И дальше Павел продолжает, ты сын мой, я родил тебя, а что воскресил его из мертвых, так что он не обратится в тление. Павел опять продолжает говорить о воскресении. Итак, Иисус имеет два рождения. Рождение Девы Марии и рождение при воскресении. Вот и все. И он первородный, рожденный прежде всякой твари. И он первенец, первородный над всеми мертвыми. Вот. И этот Иисус является иконой Божией. И эта икона, она пришла на эту землю, родилась от Девы Марии, ее убили люди, ее разорвали, ее растоптали, эту икону Божию. Мы не верим в тебя, говоря, в эту икону. Но Бог воскресил эту икону. И когда эта икона Иисус воскресла из мертвых, когда Иисус воскрес, он взошел на облаках в небеса через 40 дней и воссел на небесах рядом с троном Божьим. И эта икона сегодня, она там в небе, она в небесах, и мы должны ей поклоняться. Мы должны чтить эту икону, молиться этой иконе, приходить к Богу Отцу через эту икону, единственную легитимную, правомочную икону, данную нам Богом. Я не говорю сейчас о том, что Иисуса нужно изображать и молиться этому. Нет. Нужно верить в реального живого Иисуса, сидящего на небесах. И сегодня нужно реально человеку принять эту икону в свое сердце. Пригласить Иисуса внутри тебя, сказать, Бог, приди в меня, войди в мою судьбу, войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы ты пришел, Господь, чтобы твоя икона, твой Иисус, Сын Божий, они были в моем сердце. Я хочу жить для тебя, поклоняться тебе через эту икону. Я хочу молиться тебе через эту икону, настоящую и единственную икону, которая есть Иисус Христос, несотворенный, первородный Сын Божий. Благословение. 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 Благословение.